Неожиданной интригой начались дебаты на предвыборном голосовании от «Единой России» в Московскую областную думу по 17 округу. У кандидата из Пушкина Александра Мельникова с первого выступления отключился микрофон. Здравствуйте. Я вам представляю Пушкинский муниципальный район и на 17 округе он является фундаментальным. Мне не понаслышке известны все экономические проблемы, которые существуют в целом в Подмосковье и в Пушкинском районе. Когда у вас микрофон перестал работать, что вы подумали? Что можно подумать в данной ситуации, когда выступают наши спортсмены на каких-либо соревнованиях, и когда за явным преимуществом одержана победа, или у танцоров не играет музыка, или у пловцов она тоже не играет. Ну, в общем-то, ничего страшного. Вы сами все видели. Ко второму туру вопросов микрофон заменили. Хотя уверенную речь пушкинского кандидата в Щелковском ДК было слышно и так. Вообще, дебаты получились довольно интересные. Один из кандидатов рассказывал стихи. Это было, пожалуй, самое оригинальное. А ответы, ну, ответы все интересные, потому что достаточно острые вопросы, поднимаются острые темы. Один кандидат, например, вот, так скажем, заведомо провальный, ну, наверное, не только с моей точки зрения, но и вообще всех остальных, и участников, и зрителей, но тем не менее он все равно продолжает приходить и не боится, тем не менее, выступать перед публикой. Ну, а есть, наоборот, кандидаты, которые очень понравились. Александр Мельников явно понравился залу, большую часть которого занимала его группа поддержки. Они поочередно задавали вопросы соперникам. И снова, как нарочно, Мельникову достался самый каверзный. Здравствуйте, Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, каково ваше мнение на повышение аксессов на топливо? Спасибо вам большое. Действительно, это вопрос, который сейчас волнует очень многих, и многие политики сознательно его обходят и стараются либо замолчать, либо не отвечать. У меня есть четкая позиция по поводу данного вопроса, которая разбита на два пункта. Первый. В ситуации, когда бюджет испытывает трудности, необходимо в первую очередь использовать ресурс высокодоходных и зачастую не самых популярных видов бизнеса, таких как букмекерство, деятельность тотализаторов, деятельность микрофинансовых организаций, деятельность государственных лотерей. Все это очень высокодоходный бизнес. И почему он не работает, и почему государство сейчас не получает с этого налоги, большой-большой вопрос. И тогда возникает второй вопрос. И если же подобная мера, как повышение аксессов, все-таки же принята, то контроль за использованием этих средств должен быть кратно увеличен, чтобы каждая копейка, каждый рубль был направлен только на строительство дорог в регионах. Спасибо. Мельников является действующим председателем комиссии по законности, защите и правопорядку. И это его обычная манера постановки вопросов. Я лично общался с Александром Мельниковым, и много с ним пересекались и по партийной работе, и по работе агрохолдинга. Разговаривали, с ним общались. Очень достойный кандидат. Посмотрим, как он себя поведет сегодня на дебатах. За него поболеем, попереживаем. Переживаний было достаточно. По крайней мере, на этом этапе шла реальная борьба. Партийный азарт в какой-то момент появился поболеть за своего кандидата? Конечно, появился. Но я просто верю в него. Я знаю его давно, с институтских времен. Он целеустремленный. Все-таки я считаю, что он достойный депутат. Поэтому пришла сюда. Даже с ребенком. Многие считают, что уже давным-давно состоялись выборы. Уже всех там, значит, галочкой назначили и так далее. Ваше впечатление – это реальное действие? Здесь есть борьба? Я вам больше могу сказать. Следите в этом году за выборами пристально. Сюрпризов будет очень много. О Единой России. Вперед! Россия вперед! Вперед под Москвой! Голосуем за Мельникова. Голосуем за Мельникова.